Более миллиона тонн грузов доставлены речниками. Ленское объединенное речное пароходство продолжает навигацию, несмотря на мелководье в Верховьях Лены. Впереди сжатые сроки и отправление генеральных грузов на Арктическое побережье. О ходе навигации расскажет Марьяна Кутукова. На причале в речпорту Якутска под погрузку встал теплоход Дионисий Хитров. Он доставит необходимые грузы для получателя Арктического побережья Якутии. Это река Индии Гирка и Колыма. В эту навигацию речникам на севере пришлось нелегко. Из 72 дней 20 они простояли в ожидании улучшения ледовых условий. Были мы в Арктике, пришли с Нижнеянска, простояли длительное время на Быковмыс из-за ледовой обстановки, из Янских залива. Потом со временем нам сообщили, что можно идти в путь. Как ледовая обстановка? Ледовая обстановка, значит, на данный момент на реках нормально. Помех нет для судов. Ну, насчет воды, вода, значит, как бы так сказать, можно играть. Она прилив, отлив, вот так вот, можно сказать. Сколько рейсов вы должны до 1-го октября? До 1-го октября, ну, все-таки зависит от погоды. От погоды. Ну, планируем рейс от вас сделать. Отметим, что ленскому пароходству в Арктике осталось работать ровно месяц. Сегодня из запланированных 270 тысяч тонн грузов отправлено 170 тысяч. Поэтому главным приоритетом в настоящее время является завоз грузов в арктическую навигацию. Флот, который был на верхнем участке, был передислоцирован на Среднюю Лену, в низовье реки, реки Лена, что увеличивает, что уменьшает пробег под загрузку. А нам осталось работать в Арктике до 1-го октября. Это получается около месяца. Какие погодные условия ожидали? Ну, на сегодняшний день есть у нас немного и баровые участки лимитируют нас на Яне, по Индигирке у нас работает сгон ветров. Проставят тоже сюда, тут трудности тоже испытываем. Ну, соответственно, это те теплоходы, которые должны в последующем еще прийти на Среднюю Лену, взять груз и доставить их для получателя арктических грузов. В целом, навигация этого года идет по плану и по объемам превышает показатели прошлого года. С начала навигации отгружено более миллиона тонн различных грузов. Тем временем, по прогнозам синоптиков, в арктическом побережье сохраняется неустойчивая погода. В арктической зоне здесь погода будет в ближайшие недели, в ближайшие дни, неустойчивая. Выходит циклон, в выходные дни он займет побережье, выйдет в акваторию моря Лаптевых, значит, на территорию Аннабарского, Булунского района, вот туда оказывают влияние существенное, и затем он смещается в понедельник на Восточно-Сибирское море, заполняясь. Вот этот циклон в зоне плавания, прибрежного плавания, конечно, будет создавать проблемы для судоходства с точки зрения погодных условий. Там будут осадки в виде мокрого снега идти, ветер переменных направлений. Эту навигацию речники называют одной из самых сложных за последние годы. Но, несмотря на трудности и непредсказуемые погодные условия, они намерены выполнить план в полном объеме.